И конус, и угол, и синус Музыкант — это своего рода девиация Взаимопроникновение в музыке и геометрии сегодня обеспечено, видимо, на протяжении всего выпуска Есть такое великолепное слово «передух» И настроение улучшается Улучшается Вдох-выдох, и мы опять играем на необыкновенных музыкальных инструментах Всем привет, у микрофона Николь Шклярская, и в эфире программа «Теория струн и нот» А со мной вместе ребята из команды «Саундчиллинг» — это Алексей Шишкин и Максим Вовченко Привет! Привет, Николь, и слушатели Привет-привет Ребята, я очень рада вас видеть сегодня здесь снова И, как я думаю, уже все догадались, по первому звуку, который только что был У нас сегодня духовые инструменты Да, сегодня мы решили рассказать об определенном виде флейт Это поперечные флейты, потому что они наиболее древние считаются Ну, это мы объясним потом почему В других выпусках мы будем рассказывать про диагональные, про продольные и в чем они отличаются Но целый выпуск мы посвятим именно поперечным Сразу же поясню, ребята, нету геометрии Никакой геометрии точно нету Это музыкальные инструменты, которые будут использоваться ребятами в течение нескольких выпусков Сегодня только об одних волшебных дудочках Мы говорим о тех, которые, наверное, изображали таких на средневековых картинах По крайней мере, у меня ассоциация сразу туда Давайте, с чего мы начинаем? Какая флейта была самой-самой первой в истории, которую взял в руки человек? Ну, наверное, стоит копнуть действительно в глубь веков Никто не знает, какая флейта была сама первая Скорее всего, была либо кость, либо кусок тростника какого-то В котором человек додумался проковырять отверстие И Дунов в него услышал совершенно невероятный звук А дальше все это росло по, скажем так, экспоненциально Все-таки геометрия у нас сегодня присутствует И алгебра, и арифметика Вся математика Гуманитарии сейчас отключились, но не стоит так делать Наоборот, подключаемся, расширяем свой словарный запас Да, как я сказал уже, первые флейты были И в том числе из костей животных делали их флейты И из тростника Собственно, не так далеко ушла технология изготовления Поперечных флейт от своего первого источника Конструкция флейт максимально простая Это пустотелая трубка, закрытая с одного конца Если мы говорим про поперечные флейты Значит, закрытая с одного конца Можете посмотреть Рядом с игровым отверстием Которое вот здесь находится в конце этой трубки Основание трубки имеет заглушенный, скажем так, вид Через него ничего нельзя увидеть Если смотреть на звезды Значит, это с другого конца она открыта И совершенно различное количество игровых отверстий Которые на этой трубке находятся В зависимости от строя флейты, от вида флейты Ну и много всяких нюансов Отверстия могут быть как на одной стороне флейта Так с передней, так скажем так, части ее Так и с противоположной Это все тоже зависит от строя От традиции игры на данном инструменте Удивительно, что есть заглушка Потому что мне всегда казалось Что флейта – это инструмент максимально открытый И с одной стороны, и с другой стороны Должны быть дырочки, чтобы звук беспрепятственно мог проникать И звучать Это совершенно верно с одной стороны Так оно и есть, по идее Здесь в верхнем конце флейты Которое, собственно, является отверстие То есть, находится отверстие Через которое происходит вдувание воздуха в тело флейты Оно как раз соединяется с выходным отверстием И сообразует как бы по полую трубку Перегородка существует для того, чтобы Звуковая волна, которая рождается при вдувании воздуха в флейту Она резонировала, отражаясь от этого торца И уже распространяясь по телу флейты Соответственным образом звучала То есть, ничего, в принципе, не поменялось Есть флейты, мы про них обязательно потом расскажем В следующих выпусках, в которых действительно можно посмотреть В одно отверстие торца И увидеть, что происходит с другого Здесь это входное отверстие Оно просто находится на верхней части На внешней части флейты И вдувается воздух через него Именно флейты прикладываются к губам Так, чтобы она вот именно поперёк располагалась Поэтому название поперечная флейта То есть, в принципе, да Флейты – это абсолютно воздушные инструменты Воздушные в плане того, что они безусильные, я бы так сказал Которые не требуют большого напряжения от играющего По вдуванию, например, воздуха И, соответственно, так же воздушно они и звучат Потому что звук рождается за счёт чего? За счёт того, что вот в игровом отверстии Скажем так, лабиумом называют его Происходит рассечение звука на 2 потока Один из них уходит, скажем так, в космос А второй непосредственно резонирует во флейте И получается вот этот неповторимый, замечательный звук Как изготавливались эти флейты? С помощью чего? Как вообще можно было обработать кость таким образом Чтобы она была супергладкая И ещё издавала мелодичное звучание? Я думаю, никто не задавался тогда вопросом Глубокой технологии этого процесса Выбирались кости, как правило, трубчатые То есть, это там берцовые кости Ну, я на человека нехожу показывать Но, кстати, многие, скажем так Культуры Практиковали изготовление флейт Особенно флейт, который используют для различных Богослужений Практиковали изготовление в том числе Из костей погибших людей И не только погибших, но и принесённых жертв Не будем об этом У нас таких флейт нет И не было, и не будет Поскольку кость трубчатая На пол и внутри Соответственно Оставалось только сделать необходимое отверстие Для того, чтобы на ней извлечь какой-то звук То есть, в принципе, с тех пор тоже опять ничего не поменялось Берётся трубчатый материал Это либо дерево В данном случае это бамбук Есть тростник какой-то своеобразный Много очень флейта из пластика делается сейчас Это уже современные флейты Вот, в частности, вот это пластиковая флейта Вот это, собственноручно сделанная мной Флейта тоже сделана из пластика ПВХ наше всё сейчас Которая помогает нам, скажем так, достаточно дёшево И сердито реализовать наши творческие замыслы Ну и, соответственно, металл Это уже, вот, расскажем мы Это верхний, это пик развития этих инструментов Если копнуть вообще глубоко И погрузиться в историю Соответственно, мы понимаем, что это было очень давно Флейты первые появились Мы понимаем, что исторических каких-то Значит, подтверждений вот этого огромного Тысячелетнего опыта использования флейты Как правило, нет Но, допустим, китайская флейта На которой мы сегодня будем играть Дизи Она Самый старый экземпляр флейты Который был обнаружен Он датируется в 8 тысячами лет до нашей эры Ого! Ой, да, не до нашей эры А вообще в 8 тысяч лет назад То есть, 6-6 лет Да, если вот математика пошла у нас опять Привязательно 6 лет 6 тысяч лет до нашей эры Это достаточно давно По крайней мере, с моей точки зрения И с моего возраста Жизненного опыта Но не только в Китае, по-моему, это было В Древней Греции тоже существует целый пласт мифов Где использовались так или иначе флейты Флейты очень много Хотелось бы отметить, что вся Азия Не только Китай, но и, естественно, Индия Тоже была испещрена мифами У них там определенного рода божества существовали Которым было присуще наличие поперечной флейты Потому что, да, действительно, флейта Невероятно благозвучный инструмент Даже наставления были придворные В 18 веке в Европе Если вы хотите все время быть музыкантом Который при деньгах Всегда учитесь играть на флейте А на других инструментах нет? Ну, дело в том, что флейта Как тоже говорили, нравится Звук флейты нравится королям То есть он очень успокаивающий Но при этом нежный, легкий На ней можно играть быстро И подвижно, и это будет весело На ней можно играть лирично И протяжно, и это будет грустно То есть удивительно Удачный тембр у этого инструмента Который вот широкий диапазон эмоций Может передать А ещё он очень компактный Его очень удобно брать с собой И для путешествующего музыканта Это весьма хороший выход Это очень важно, да Многие музыканты в старину Изготавливали инструменты Сами для себя Поэтому если вдруг Какая-то непогода Или жизненные обстоятельства Лишали его инструмента То он всегда Ну, мог позволить себе сделать Причём, чем больше ты делаешь флейт Тем они становятся лучше по качеству Потому что ты начинаешь Проникать разумом В очень тонкости изготовления Потому что Кто когда-либо делал музыкальный инструмент Он сталкивается с огромным количеством вопросов Которые его сознанию В начале пути Совершенно непонятны и непостижимы Например, ты начинаешь задаваться А каким диаметром должна быть трубка А должен ли быть он постоянный А почему нету расширения А какого диаметра отверстия должно быть А под каким углом ты его должен сделать Потому что ты можешь делать конусовидное А можешь делать просто прямое отверстие И всё это будет влиять на звук И на тембр инструмента Взаимопроникновение музыки и геометрии Сегодня обеспечено, видимо, на протяжении всего выпуска Потому что и конус, и угол, и синус Это, видимо, неотъемлемая часть флейты Я, как человек, пытавшийся сделать музыкальный инструмент Подтверждаю слова Алексея Действительно, это очень сложно Даже существующие в настоящее время Подсказки в виде калькуляторов для расчёта флейты Они, как правило, ни разу не помогают А только мешают зачастую Потому что, да, там очень много параметров Которые необходимо учесть То есть, не бывает такого, что ты взял Прочитал подробно всю инструкцию И сделал сразу хороший инструмент Вот этих знаний, вот объёма, которые ты получаешь От мастеров, от каких-то расчётов и так далее Они всё равно, это лишь малая толика Тебе нужно всё пропустить через руки Всё попробовать И желательно много-много раз ошибиться Это самый быстрый путь к хорошему результату Ну, наверное, как и в жизни Мне кажется, каждая эта инструкция должна содержать Ну, вот любое количество пунктов Но последний пункт Просто почувствуй Сделай так, как требует сердце Всё, всё остальное перечёркивается И удаляется на свалку Или последний пункт Прочитай всё-таки инструкцию более подробно Как водится Вернись к первому, да Как в Икеи По наитию собираешь мебель И потом понимаешь, что оказывается Ты не той стороной прикрутил детали Поэтому я люблю ПВХ Мне проще Он дёшев, он позволяет экспериментировать Прежде чем вот эта флейта появилась на свет Я испортил, конечно, штук пять трубок Благо он доступен И по поводу настроения хотел сказать Вот Алексей сказал, что очень лёгкое настроение А у меня есть своя теория на этот счёт Поперечная флейта Ну, не только поперечная В основном многие флейты Характерны тем, что для того Не свистковые, да, вот именно такие Характерны тем, что для того, чтобы извлечь звук Необходимо сложить губы определённым образом То есть, это будет некая такая вот Как улыбочка, ухмылка То есть, человек не может играть на флейте с грустным лицом То есть, чисто, как это называется Физиономически Физиономически, да Потому что, допустим, я сейчас попытаюсь сыграть Но это лицо грустное вы меня не увидите За счёт того, что губы растягиваются Такой вот ухмылки, да, улыбочки Получается, наверное, и настроение Улучшается Да, и у играющего И у флейты, которая звучит И у слушающего И у слушающего Недаром как бы говорят, что Ну, на флейте, на поперечной Как раз вот индийский бог Кришна играл А он считается, ну, самым весёлым И радостным божеством Да, кстати, это уже другая флейта Мы хотели про неё поговорить Но принцип тот же Улыбаемся и играем Принцип тот же Кришна был славен тем, что От звуки его флейты Значит, не только женщины Расплывались, значит, в эмоциях Но и животные приходили Послушать звучание И живой волшебный инструмент И поэтому вот бансурия Это индийская флейта традиционная Она считается почти священным инструментом Ну, один из видов её назовём так Но в целом К всей кажущейся простоте Мастера игры на бансурия Творят чудеса Потому что вообще в Индии своя Однозначно своя уникальная теория музыки Вот именно традиционная Школа Школа, да Там очень много Не только полутонов Микротональная Микротональная школа То есть, это настолько Плавает строй, скажем так Не строй, а вот звучание Да, вот в каких-то нюансах В какой-то медизматике Это не знаю, как это назвать Но очень она отличается От традиционной европейской У них есть даже отдельное направление В какой-то области Где играют по картинам То есть, рисуют картину Как запись Это нот И затем Ну, ученики Они проигрывают это произведение А затем Также это всё ещё И в диктанты превращается То есть, учитель играет мелодию А ребята рисуют пейзаж Ух ты, как красиво И к нему потом Снова можно как бы Вот эту мелодию воспроизвести То есть, там есть свои законы Правила То есть, там горы Одно означает лес Там на горе Это другое То есть, это прям вот такая вот Удивительная вот школа у них Ну, давайте остановимся, наверное Всё-таки на индийской Вот именно флейте пока Потому что достаточно древние Сложно сказать, что китайская Древняя или индийская Древняя, скажем так Ну, они примерно одногодки Какая проще Такая древнее Такая древнее Слушайте, ну раз мы уже всё равно Ушли в древнюю Индию В древний Китай То нужно рассказать ещё Какую интеллигенду создания Как вообще получилось флейта Как человек к ней пришёл Свидетелей нет Я сейчас не ожидала, что ты скажешь Я там был И первым сыграл на флейте Да, флейты очень-очень древние Ну, Кришна первый сыграл Вообще индийская культура Сама по себе Очень древняя То есть, она переплюнула Многие цивилизации Которые существовали В своё время И процветали И достигли какого-то Пика культурного На этой планете И, соответственно В своей древности Культурной Флейта присутствовала В Индии всегда Тем более, если она Отождествляется с богами Кришна, Радхи Многочисленные истории Там Рамаяна Кришна всегда Изображается с флейтой А вокруг коровы Лежат и слушают Да, прекрасно Всё такое священное И Кришна священная Прекрасная корова, да Коровы священные Которые уже Существляются в Индии И с тех пор Игра на флейте В Индии Особенно на Бансуре Она носит Некий духовный аспект В том числе И для того, кто играет И для того, кто слушает Много сейчас Очень модных Этих Медитативных практик Они происходят Под игру На этом инструменте Очень много Сделано Популяризаторами Этого инструмента В Индии В том числе Они даже умудряются Исполнять на нём Классические произведения Но всё равно С традиционным Индийским Звучанием Этого инструмента Ну очень сложно Что сравнить И Опять же Этому способствует И Как сказать Акомпанемент Определённый Который Сопровождает Игру на Бансуре Как правило Используются Традиционные Опять же Инструменты Индийские Это таблы Барабаны Такие интересные С очень таким Звучанием Характерным Очень характерным Возбросить мы их Не сможем К сожалению И Опять же Есть инструмент Танпура Который тоже Непосредственно Сопровождает И Шруди Такая Аккордеон Гармошка Которая Играет Постоянно Одну тон Один тон У нас есть Рояль В кустах Включим Таблу Тампуру И я попробую Позвучать Вот эту Тампуру Давай Наверное Многим Этот звук Знаком Где-то Его слышали Сопровождение Дольше не буду, потому что можно залипнуть. И когда играешь на этом инструменте, ты сам как бы погружаешься в определённое состояние. Не будем его называть изменённым состоянием сознания, но он предполагает некое расслабление, умиротворение. Мне кажется, это все ваши инструменты обладают такой волшебной силой, потому что и диджериду, и барабаны, и теперь ещё и флейты каждый раз. Список пополняется, а эффект оказывается очень похожим, потому что ты слушаешь, ты погружаешься в особое состояние, переносишься в какие-то метафизические вообще реалии и отключаешься от того, что происходит здесь и сейчас. Согласен. Я к чей согласен тоже. Значит, да, действительно, исходя из концепции нашего проекта, в самом чилинг подражается некое расслабление по тому звуку, который мы пытаемся извлечь из инструментов наших. Но играть на них можно в совершенно разной манере. Поэтому звук, который издаёт инструмент, зачастую зависит, не зачастую, а всегда зависит от человека, который в нём играет, от того, что у человека здесь и здесь. На самом деле ещё вообще игра на музыкальном инструменте, в принципе, это форма активной медитации. То есть ты погружаешься в процесс, ты уже не отвлекаешься на какие-то мысли, у тебя очень сконцентрированная работа над координацией моторики, звукоизвлечения. Сознание помнит мелодию, которую, да, вот если ты по нотам читаешь, допустим, то это очень сложный процесс, который требует очень много ресурса мозгов. И когда музыкант уже в этом состоянии находится, естественно, они как путями какого-то усилия, да, как вот вначале себя тяжело заставить, вначале музыкального пути заниматься, заниматься, потому что это сложно, действительно, мозг быстро устает, пальцы быстро устают, устает внимание. Дети, вот если учатся на музыкальном инструменте, это не очень надолго их хватает. Вот. Но когда человек уже в этом как рыба в воде, то он действительно может себя в такой прекрасный поток вот направить, вот свою концентрацию внимания, отплечься от всех вот проблем, от всех каких-то неурядиц и так далее. И это, естественно, передаётся слушателю. Потому что высокое мастерство, помноженное на вот этот вот, на полную концентрацию музыканта, на вот качестве звука, который он издаёт, она слушателя прям берёт за руку, за обе, и вперёд по вот этой вот речке прекрасного, восхитительного звука за музыкантом как бы отправляет. Сразу могу подтвердить твою гипотезу, потому что вот пока Максим играл, я, видимо, перестроилась, мой мозг тоже начал по-другому немножко воспринимать действительность, и вместо того, чтобы находиться здесь и сейчас, я перенеслась мыслями в студенческие годы и вспомнила прекрасную легенду древнегреческую в отношении флейты. Была такая история про очень мужественного, очень храброго юношу-пана, которого звали так, он был влюблён в девушку, а она в него не была влюблена, и, естественно, всячески избегала общения, контактов и так далее, и, в общем, когда ему некуда было деваться, он уже всё решил, точно женюсь на ней, она пришла в отчаяние, потому что она не хотела выходить замуж, и она обратилась к духам леса, моря, ещё каким-то, и попросила спасти её от такой участи, древнегреческие боги, мы все знаем, прекрасно справляются с этим, запросом, поэтому сразу же её превратили в дерево. Да, она решила, что, ну, это лучшая судьба, чем быть женой нелюбимого мужчины, но пан пошёл дальше, он отломил веточку, сделал из неё флейту, и начал играть, таким образом, воссоединившись со своей девушкой, и был счастлив. А, кстати, флейта пана, или пан-флейта, это одна, это тоже из флейт, но она из другого класса флейт, о которой мы, естественно, расскажем, и пан-флейта тоже будет звучать в эфире, так что... Это был тизер. Может быть, не с той веточки у нас сделала. Он там набрал столько... Веточек. Невест. Мы разобрались немножко с древней флейтой, хочу спросить, наверное, такой естественный вопрос, который вытекает из визуала, благо у нас есть подкаст, который показывает весь инструментарий, что сегодня представлен. каким образом история получилась такая, что от простой палочки с дырочками, вот с верёвочкой мы резко скаканули к невероятному инженерному устройству. Не резко, извините. Это у нас просто не всё есть. То есть, есть промежуточный этап, где дерево и одна металлическая какая-то закрывашка. Мы стремимся к этому. Да, действительно, до годов... Наверное, надо проследить немножечко вот этот путь интересный, потому что мы говорим о тех прекрасных временах индийских и греческих божеств, где флейты были атрибутами и вот, в принципе, имели вот именно такой вид. Вот полая трость, полая палка, палка, ну, да. и просто с несколькими отверстиями под пальцы. И, тем не менее, естественно, человеку этого не хватало. Стало не хватать с определенным количеством веков. Люди начали экспериментировать, мастерам становилось скучно делать одинаковые флейты, нужно было что-то добавлять, что-то пробовать, экспериментировать. Следующий шаг развития стандартной поперечной флейты в Китае приобрёл вот такой вот вид в общем выглядит как примерно то же самое, но с небольшим нюансом. Да, если можно, я расскажу тогда про нюанс. Это китайская флейта Ди называют, Ди Цзи её называют, как правило, сокращённое название Ди. Тут мы видим тоже игровые отверстия, но появилось ещё одно отверстие, которое закрыто какой-то такой странной плёночкой, если видно будет на подкасте, на видеоподкасте. И вследствие присутствия этого дополнения флейта приобрела совершенно другой как-то тембральный окрас. На самом деле это мембрана. Называется она Ди Мо по-китайски. Ди Мо. Значит, где Ди это флейта, а Мо собственно это вот эта мембрана. Значит, эта мембрана она очень тонкая, она изготавливается, вот если когда-нибудь вы разбирали бамбуковую палку, вы на внутренней стороне бамбука видели, наверное, такие, как шелушивается, такая тоненькая плёночка. Что ты, Максим, сомневаешься, каждый из нас, конечно, разбирал бамбуковую палку. Это как вот лук чистили, вот лук только намного тоньше. Очень, да, гораздо тоньше, или там папиросной бумагой сравнить, вообще нельзя сравнить. Значит, это тончайшая мембрана, вот у меня скажем так, я могу показать, вряд ли что-то вот это видите. Сейчас, секунду. Приобретённая тоже в Китае, специальная мембрана, она вот в десяти бумажках завёрнута. Unboxing происходит. да, вот она, вот тончайшая, вот буквально, это на два раза сложная ещё, да. И вот эта мембранка, приклеиваясь определённым клеем к флейте, а клей такой вот, это желатиновый специальный клей, который, ну, не сохнет, не намертво клеит мембрану, потому что их периодически нужно менять. И мембрана клеится не, скажем так, не с усилием, а с некоторым натягом, но она достаточно свободная. То есть, она за счёт вот этой вот своей формы и своего натяга, она придаёт определённый звук флейте. Это батут. Да, то есть, звуковая волна, проходя через тело флейты, заставляет резонировать эту мембрану, и она привносит свои какие-то... Грубо говоря, это звукоусиление своеобразное происходит, скажем так, насыщение, сатурация, если говорить... Вот, грамотным языком. медицинским языком. нет, это вот... У музыкантов тоже есть сатурация, это, грубо говоря, прогрев звука такой вот. Играет музыка. То есть, она достаточно высоким звуком обладает сама, и плюс вот эти вот микровибрации от этой мембраны, они придают вот ещё такой вот какой-то вот аутентичный китайский такой окрас. Согласна. Все могут определить, наверное, по звучанию китайской музыки, но в любом случае очень мало. Даже если человек не обладает каким-то суперслухом, он всё равно по темрам звучащих инструментов в ней, по... Ладу. По ладу. Всё, как бы, это всё узнаваемое. Но это один из инструментов, который узнаваем достаточно. Это вот именно звучание флейта Ди. Значит, до недавних пор считалось, что эта флейта была завезена в Китай из Средней Азии, ой, не Средней, из Центральной Азии. Значит, и датировалось это где-то 140-м, по-моему, 80-м годами до нашей эры. То есть, две там с копейками тысяч лет с настоящего момента. Значит, но потом, значит, в одной из провинций, я не помню название провинции, в Китае были проведены раскопки, и в результате раскопок была обнаружена вот флейта примерно похожая по конструкции, и датируется она именно, то есть, и возраст в районе 8 тысяч лет. Поэтому, есть основания полагать, что всё-таки это изначально китайская флейта, как ни крути. И, что ещё хотел сказать, флейты вообще, вот по поводу того, что это достаточно свободный инструмент по сравнению с многими духовыми, они чем прекрасны, на мой взгляд, и на взгляд всех людей, которые на них играют, есть такое великолепное слово передув в игре на флейте. То есть, вы заметили, что у флейты ограничено количество игровых отверстий, но играть на ней можно, значит, гораздо больше диапазон звуков издавать, чем количество отверстий. Это осуществляется за счёт того, что музыкант, когда играет на ней, выдыхает воздух с максимальной силой или меняющейся, он тем самым может перепрыгивать на октаву практически. И, соответственно, играя сначала в одном диапазоне, потом, подув сильнее, ты перемещаешься как бы на октаву выше, ты можешь плавать между октавами этим достаточно красиво и гармонично скакать. Сейчас ты меня очень сильно удивил, потому что, наверное, слушатели наши знают, но вы, ребята, не знаете, я закончила музыкальную школу по классу флейте. Флейты. 10 лет я училась играть на флейте, и вот тот термин, который ты сейчас употребил, я слышу впервые в жизни. Передув для флейты никогда не звучал в нашем музыкальном классе, и не было возможности перескакивать через лады, вот вообще, тем более мы никогда не рисовали ноты, как делали это в Китае. Я думаю, Алексей продемонстрирует. Ты училась на этой флейте? Нет, я училась на другой флейте. А на блок-флейте? На блок-флейте, она свистковая, там не каждая свистковая флейта может позволить себе передув, ну, с определёнными оговорками. Видимо, это связано... Не, но блок тоже может. Не, может передуваться, да. Но вам ещё далеко было до передува, видимо. Очень далеко. Извините, по поводу передува, это о других флейтах будет речь, у меня есть перуанская флейта, Кена называется, это традиционная индейская, скажем так, флейта Южной Америки. И человек, у которого я её покупал, он сам виртуозно исполняет даже джазовые композиции с использованием деревянной, ламбуковой флейты, и он свободно играет в четырёх октавах на флейте. Никогда бы не подумал, что такое большой диапазон у флейты. Это невероятно, да, там, ну, если второй передув ты играешь в той же аппликатуре, условно говоря, в той же аппликатуре это так, как прикладывается, в какой последовательности открываются отверстия игровые, то уже там третья, четвёртая октава это совершенно немыслимые какие-то там варианты зажимания игровых отверстий, причём абсолютно нелогичные с точки зрения элементарного понимания игры на духовом инструменте. То есть, там иногда открываются, закрываются совершенно не соседние отверстия, то есть, ну, сложно это как бы объяснить. Физика. Да, физика, факт остается фактом. Каким-то образом, значит, опытным путём, видимо, это было обнаружено, что такая комбинация, значит, закрытых отверстий позволяет извлечь такой-то звук. Но то, что он творит именно в плане вот этих передов, это невероятно. Как его зовут? Чечо Куадрос. Давайте запомним это имя. О нелогичных перекрытиях отверстий переходим сразу к лучшему иллюстративному материалу в этом вопросе. Рановато. Рановато. Так вот, традиция вот именно флейты поперечной, такая вот широкая в Европу пришла с эпохи крестовых походов. Вообще, в Европу очень многое пришло благодаря перенятию культуры во время крестовых походов, потому что огромное количество людей шли вот в Палестину, вот на Ближний Восток из-за лучшей доли. Немногие возвращались, но кто возвращался, приходили, мягко говоря, другими людьми, открывались, соответственно, ну, им приходилось взаимодействовать с местным населением и так далее. А поскольку в какой-то момент истории, все мы знаем, Ближний Восток, он был очень развитым с точки зрения культуры, искусства, наук, то средневековая Европа порою во многом отставала. И в частности, это касалось музыкальной культуры. В частности, все известные ныне в Европе гравюры, на которых изображены барабаны, флейты, они все были в свое время принесены с Ближнего Востока и уже внедрены в культуру Европы. Соответственно, в Европе они тоже своим путем развития пошли. люди начали во время уже возрождения экспериментировать и свойственным европейскому человеку подходом они начали не подчинать на вот этой духовной вот этой вот всей синергии инструмента и довольствоваться тем, что он такой абсолютный в своей лаконичности. Они начали инженерно его дорабатывать и таким образом начали появляться дополнительные клапаны, дополнительные отверстия. Ну, естественно, хотелось расширить возможности инструмента, чтобы ты со своей флейтой мог делать больше. Не за счет того, что ты такой духовно просветленный, а за счет того, что у тебя инженерная мысль развита, и ты, и руки вроде из прямых плеч растут. Соответственно, ты начал добавлять дополнительные игровые отверстия, потому что если посмотреть на эту флейту, это традиционная флейта, в ней 4 и 1 под большой палец. То есть, по факту 5, то есть, для этого достаточно одной большой руки. У человека две руки. Европейцы начали клепать 6, 8 и даже 10 отверстий это, естественно, порождало интерес, что можно делать дальше. Добавлялись еще отверстия, как их закрывать, как, как. Добавляли специальные рычажки, если очень условно, то, грубо говоря, под мизинец делался небольшой такой качающийся рычажок, который открывал или закрывал дополнительный клапан. И вот эта история повсеместно начала развиваться и расширять возможности инструмента. Мы упустим тот длительный процесс надстроек на стандартную поперечную флейту и придем сразу в 1832 год в мастерскую мастера Теобольда Буфета, который закончил свою прекрасную с точки зрения звука, инженерной мысли, лаконичности флейту, которой и поныне пользуются все аркестранты академической музыки. То есть до него естественно играли на флейтах академическую музыку, и Моцарт писал, и Бах для флейты писал, но тогда она не была настолько совершенна с точки зрения конструктивного воплощения. и чтобы понять масштаб, вот в этой трубке, если убрать всю механику, всю механику убрать, будет порядка 18 игровых отверстий. Да, ну, как можно это все закрыть с помощью 10 пальцев? Вот, поэтому мы видим такое огромное количество настроек на инструменте с кучей рычажков, с кучей клапанов, с кучей взаимно дублирующих функционал клавиш. Помимо того, что мы держим руки уже над клапанами, у нас есть еще возможность пальцами дополнительно зажимать или отпускать определенные рычаги, которые также влияют на звук. Вот, соответственно, пока что и, наверное, так будет еще довольно долго, вот это есть пиковая форма инженерного развития акустической, подчеркну, флейты поперечной, потому что, да, конечно, сейчас существуют духовые синтезаторы, которые преобразуют энергию дыхания человека очень тонко с помощью там датчиков, чипов и так далее, они преобразуют это в сложные алгоритмические всякие процессы и есть невероятно крутые по качеству духовые синтезаторы, где можно играть там хоть что. Ну, это уже неинтересно, конечно, да, потому что торжество механики, оно поражает мозг, что вот это вот все сделано человеком, продумано, как вот все это расположено. И, естественно, кажется, что это очень сложно, но парадокс состоит в том, что человек это все делает, чтобы упрощать себе игру, чтобы упрощать игру на флейте. вот это все выглядит невероятно сложно и учиться этому тоже сложно, но по факту, когда ты вдруг сравниваешь, умея играть, ну, не когда ты всю жизнь учился только играть на флейте и весь твой путь стоит от блокфлейты, да, вот, чтобы принцип дыхания ну, как бы развить, и вот ты переходишь и потом 7 лет в школе, потом 5 лет в училище и еще 7 лет в консерватории играешь только на этом. Ну, ты не поймешь разницы, если ты не попробуешь поиграть еще вот на таком вот, потому что нестабильность, такая вот асинхронность всяких там аберраций вот этого инструмента, она, она в ней есть своя прелесть, в ней есть своя такая душевность и уют, да, вот этот инструмент невероятно точный, он очень точный и очень, как это сказать, виртуозный. На этой флейте ты одинаково, в одинаковой громкости с определенными, конечно, оговорками, ты сыграешь в трех октавах в любой пассаж, это хроматика, это все полутона, все диезы бемоли, и это очень круто, то есть это по факту, это как рояль. Раз это так круто, давай мы наконец-то это услышим. Ну, говорю я об этом круче, чем играю на этом, но я могу вам просто продемонстрировать звук, не более. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, это... Я просто пытался как можно больше всяких полутонов поиграть, и на передовах в том числе. То есть, это не была какая-то композиция, это была импровизация в чистом виде? Отнюдь. Вообще, это просто попытка звукоизвлечения, не более. Значит, что? Ну, инструмент, естественно, отличается тоже от качества изготовления, потому что эти флейты, как обычно, как водится сейчас, делают и в Китае, в любом подвале, и во французских мастерских с столетней историей. И, естественно, есть флейты, которые носят клеймо буфет, так же, как и кларнеты, так же, как и гобои. И, разумеется, инструменты с этим клеймом являются топовыми. У меня не такой. Хорошо. Я просто думаю, что кроме тебя никто не знает о таком производителе буфет. По крайней мере, среди непрофессиональных музыкантов это слово больше остается с чем-то вкусным и с булочками. Скажу проще, у нас в школе Балтика есть замечательный преподаватель Леонид Алексеевич Зеленковский, и он уже с 4-го, с 5-го курса детям своим настоятельно рекомендует покупать именно такие вот инструменты, потому что хороший, грамотный инструмент с отдачей звука, с правильной управляемостью, он во много раз ускоряет процесс обучения. Но и упрощает. Мы все помним, что сказал в самом начале Максим. В целом можно просто купить ПВФ трубу и попытаться сначала самостоятельно сделать, прочувствовать инструмент полностью, все вот эти отверстия, их назначения, тонкости, нюансы, осознать, насколько это всё тяжело в освоении и изготовлении, а потом перетерпеть, научиться играть на этом и потом уже с лёгкостью взять механизированную флейту. Я возражу, извините меня, пожалуйста, немножко не так. Учиться всё-таки надо на качественном инструменте, правильно отстроенном, потому что, извините, это насилие над душами, над слухом над собой. Потому что, если ты не получаешь удовольствие от игры, потому что если тебе не нравится звук, который получается, у тебя нет мотивации двигаться дальше, тебе должно нравиться, что получается. И к изготовлению флейта я перешёл спустя годы каких-то попыток звукоизвлечения на уже готовых, правильных инструментах, иначе бы я её не сделал. То есть, она в целом не идеальна, но, по крайней мере, она достаточно гармонично отстроена. Ты уже знал, как должна звучать флейта. Я примерно знал, какой строй. Ну, не примерно, я знал, какой строй. Я знаю, как этот строй звучит. То есть, только обладая каким-то вот таким багажом знаний, можно уже говорить об изготовлении инструмента. Ну, сделать можно, вот Алексей с собой брал, наверное, как у тебя, Калюка, есть флейта, которая... Ну, я не буду показывать. Не будешь показывать. Не про это сейчас. То есть, флейта, которую можно сделать самому, элементарно, с одним угровым отверстием, по сути, только. И то, как бы, необыкак. То есть, надо, подумав о том, делать. Да, сразу не получится. Дело в том, что мы, как и во многом другом человеческом сфере деятельности человеческой, мы стоим на таких огромных плечах, таких огромных гигантов, потому что, если взять положение того человека, который вот эти пять тысяч лет назад начал вообще пытаться сделать флейту, то это даже не близко, не так было. Он вызывал, скорее всего, смех у окружающих, когда пытался это делать, потому что, ну, вряд ли это были шедевры. Но люди продолжали это делать. Находились такие яркие и открытые чистые души, которых это привлекало. И они, услышав, как где-то кто-то играет, они тоже загорались этой идеей, тоже пытались повторить. И, в общем, благодаря людям, которых это цепляло, это и до сих пор живо. То есть, музыкант – это своего рода такая девиация, мне кажется, сознательная, потому что большинство людей не хочет этим заниматься. Большинство людей хочет построить дом, научиться водить машину, какие-то более такие понятные и определённые вещи. Музыкант, я считаю, это девиация. Когда он начинает душой болеть за какую-то совершенно странную деятельность, которая по факту относится исключительно только к каким-то духовным благам. То есть, материально это, скорее всего, никак человека не обогащает. Отнюдь. Но знаешь, человек, который строит дом, который получает права на машину, потом катается на ней, так или иначе всё равно включает музыку и наслаждается работой как раз музыканта, который тебе кажется девиантным человеком. Точно так же, как он наслаждается работой повара или работой асфальтоукладчик в какие-то моменты своего распорядка дня. Это неотъемлемая часть жизни каждого из нас, и, я думаю, наша точно в том числе. Ребята, очень интересно получилось, очень плодотворно и очень звучно. Сегодня в нашем эфире прозвучали флейты, поперечные флейты, причём начиная от индийских, китайских до современных механических. И в следующий раз, я думаю, мы духовную тему продолжим. Да, обязательно. Мы расскажем ещё и про диагональные флейты, и про продольные флейты. Курс геометрии на Балтийском берегу продолжается. С вами была Николь Шклярская, Алексей Шишкин и Максим Вовченко. Спасибо большое. Всем пока. Пока.